Приветствую на канале. В сегодняшнем скетче будем создавать эффект путешествия по космическому пространству с имитацией вокселей. И для создания этого скетча как обычно воспользуемся языком Python и модулем Pygame, а более того создадим симпатичную иллюзию перемещения, что-то похожее на гиперпространство. А в основу такого эффекта возьмем самый простейший способ получения перспективной проекции точки из трехмерного пространства на плоскость. И для нашего случая достаточно поделить значение координат x и y трехмерной точки на значение ее z-компоненты. Что ж приступим. И за основу возьмем стандартный класс для Pygame, где будет один метод для запуска основного цикла приложения. А вызов метода run для экземпляра этого класса создает обычное окно заданного разрешения. Что касается структуры проекта, то понадобится еще два класса. Первый класс Star. Он будет создавать одну звездочку и иметь два основных метода, обновление состояния апдейт и метод отрисовки дро. Далее понадобится класс, при помощи которого будут создаваться и управляться экземпляры класса Star. Назовем его Starfield и в его конструкторе создадим согласно числа звезд, список экземпляров класса Star. И у него будет один метод run, где будем проходиться по списку экземпляров звезд, вызывая сначала метод update, а затем метод draw для их отрисовки. Теперь надо создать экземпляр Starfield в конструкторе приложения и после закрашивания поверхности отрисовки, вызвать метод run в основном цикле. И таким образом подготовительная часть завершена, а далее нам понадобится модуль генератора случайных чисел random и модуль mass. Для удобства работы с векторами назначим им простые имена. Далее определим центра экрана как двухмерный вектор. Сделаем набор из нескольких цветов для звезд и тут введем переменную z-distance. Она будет обозначать расстояние по оси z, с которого начнут двигаться звезды. В конструкторе класса Star в атрибуты выделим поверхность отрисовки и назначим позицию звезды в трехмерном пространстве. Сделаем это при помощи отдельного метода. Пусть звезда рандомно будет появляться в пределах окружности, тогда воспользуемся полярной системой координат. Угол и радиус будут случайными величинами, а координаты высчитаем при помощи функций синуса и косинуса. И возвращаемое значение сформируем в трехмерном векторе, используя расстояние z-distance. Дальше в атрибуты занесем случайные значения скорости звезды и ее цвета, а также нужна позиция звезды непосредственно на самом экране и величина ее размера. Теперь в методе update, то есть на каждой итерации основного цикла, будем двигать звезду с установленной скоростью по оси z. И когда звезда достигает близкого расстояния, снова используем написанный метод для установки звезды в рандомное состояние. И после этого можно рассчитать координаты звезды на экране, путем деления координат x и y на значение z-компоненты, при этом прибавляя значение центра экрана. А чтобы вывести звезду на экран, используем метод отрисовки прямоугольника, в нашем случае изобразим ее в виде квадрата. Можем посмотреть на промежуточный результат, видно, что звезды движутся как и ожидаемо, но не изменяется их размер. Поэтому сделаем простой расчет размера звезды, путем деления величины z-дистанс на их текущее положение по оси z. Как можете видеть, размер звезды теперь зависит от расстояния, давайте разместим звезды на большей площади. Но кстати есть еще одна проблема. Взгляните внимательно, сейчас получается, что некоторые объекты, которые находятся дальше, рисуются поверх ближних. Устранить этот недостаток поможет реализация так называемого z-буфера. То есть достаточно отсортировать звезды по расстоянию до момента их отрисовки. А сделаем такую сортировку в классе Starfield, в методе запуска Run. Попутно увеличим количество звезд, ведем коэффициент Scale Post для придания масштаба нашего космоса при помощи увеличения рандомного радиуса. И тут же можно изменить функцию для величины проекции звезд на более подходящую. И в данный момент получаем уже полноценную космическую картину, хотя можно пойти и дальше. Мы можем визуально придать объем летящим квадратам, так сказать немного их вокселизировать. Для этого ведем переменную альфа и создадим поверхность, которой назначим прозрачность согласно этой величине. И вместо закрашивания рабочей поверхности, будем накладывать на нее созданную альфа-серфас. И как нетрудно заметить, у звезд появился некоторый объем или шлейф, который в какой-то мере усиливает эффект полета между ними. Дополнительно ко всему можно вести поворот на небольшой угол плоскости XY и к тому же подключить мышку для изменения ракурса наблюдения за полетом. И тогда результатом станет космическая картина полета между вокселизированных объектов, да и к тому же с элементами интерактива в виде изменения ракурса наблюдения. Более того, если слегка изменить некоторые начальные параметры, а также немного поменять расчет рандомного радиуса, то получим эффект путешествия по туннелю или свою симуляцию гиперпространства.